Уважаемые друзья, вы знаете, каждый раз приятно вас видеть. К сожалению, что мы встречаемся, конечно, в таких условиях. Но я уверен, совсем скоро мы с вами будем видеться абсолютно в других условиях. Вы знаете, многое размышляем мы на тему того, кто сегодня находится у власти. Уже больше двух лет, наверное, мы с вами встречаемся, боремся, отстаиваем свои права. Более ста коллег были задержаны. Более ста наших коллег беспрецедентно были задержаны без доказательств. Сегодня история продолжается. Сегодня продолжаются нападки на людей, которые хотят действительно поменять жизнь людей у нас в стране. А вы знаете, что сегодняшняя власть? Им просто наплевать. Действительно наплевать сегодня никто из власти, которые находятся во главе государства, не выходит к людям. Сегодня, к сожалению, президент страны бегает в поляне. Сегодня премьер-министров приезжают в кабаки. Сегодня министры не хотят видеться с людьми. А знаете, что это значит? Это значит, что совсем скоро эта власть уйдет в отставку. Это значит, что совсем скоро эта власть останется, она не останется в истории. Мы не позволим, чтобы их имена произносились нашими детьми. Мы обязательно сделаем так, чтобы наши дети подняли только достойных людей. Людей, которые защищали нас. Людей, которые защищали права граждан Республики Молдова. Людей, которые защищали будущее нашей независимой страны. Вы знаете, я долго размышляю, наверное, как и каждый из вас, на тему того, что у нас в стране происходит. Действительно, нам пудрят мозги. И уже не первый год. Сегодня мы говорим о какой-то интеграции. Но в предложении про интеграцию нет ни одного слова, ни одного слова сочетания Республика Молдова. А та команда, которая сегодня стоит здесь рядом со мной, четко говорит, мы за Евразийский союз. Мы за союз Республики Молдова, за странами Евразийского союза. Знаете, что это значит? Что мы настоящие патриоты. Мы те люди, которые будем сейчас и будем в будущем защищать интересы нашей страны. Нашей независимой страны. Мы будем делать все, чтобы наши дети были гражданами Республики Молдова. Получали здесь бесплатное, достойное образование. Чтобы наши пенсионеры жили достойно. Не выживали, а жили достойно. Посмотрите, сегодня в Гагаузии действуют программы благодаря Башкану, благодаря нашей команде. Победной команде. Но что сегодняшние власти сделают, вместо того, чтобы прийти и сказать, а давайте мы вам поможем. Может быть мы как-то, скажем так, поможем вам выстроить. Они что делают? Ставят палки в колеса, сажают людей в тюрьму, выключают телефоны, выключают все средства связи. Это полный беспредел. Сегодня парк Гаузия-Лэнд, который строится. Помните, что говорили несколько месяцев назад? Там ничего не будет. Началась стройка, там опять говорят, там ничего не будет. Сегодня уже окончательные работы проводятся в этом парке. А я хочу, чтобы мы чуть-чуть более детально поговорили на эту тему. Когда рабочий выходит утром на работу, рабочий выходит на работу, его утром встречает инспектор. Здравствуйте, пожалуйста, аптечку давайте. Он не успел дойти до работы и уже его проверяют, извините, в чем он одет. Доходит до работы, а ну давай трудовую книжку. Я, конечно, сейчас чуть-чуть, может быть, утрирую, не те документы называю. Но это действительно полный бред и беспредел. Но, господа, это цирк. Ни в одной демократической стране, ни в одной стране, прошу прощения, которая называет себя демократической, такого быть не может. Не могут закрывать рот людям. Не могут закрывать телеканалы. Вот я знаю, что здесь находятся не только молдавские СМИ, но и иностранные. Мы беседовали недавно. И мне задали вопрос по демократию. А я просто ответил, я спросил. А демократично ли это затыкать рот своим гражданам? А демократично ли это сажать в тюрьму без доказательств? А демократично ли это просто не слушать людей, которые делают что-то во благо своего народа? Нет, друзья, это не демократия. Это полный беспредел. Можно еще и другим словом это назвать, но не буду сейчас этого делать. Уважаемые друзья, мы сегодня здесь отстаиваем свои права. И вы знаете, конечно, обидно, что на скамье подсудимых находятся женщины, девушки, хрупкие, но с очень сильным духом, которые идут вперед. Это Евгения Александровна, Светлана. Девочки, которых мы действительно знаем очень долго. Но самое главное, мы знаем их как надежных людей, которые идут к своей цели. И действительно, Башкан Гагаузии сегодня на уровне своей программы, на уровне того, как за один год, всего лишь за один год объединило все общество в Гагаузии. Никогда за 30 лет такого не было. Можем долго обсуждать и говорить на эту тему. Но сегодня Башкан Гагаузии за один год сделал то, столько, сколько не сделали никто другой за более длительный период времени. И это действительно показатель. Это показатель того, что мы идем к победе. Победа! 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 Каждый из нас сегодня пишет историю. Каждый из нас сегодня участвует в истории. Дальше разрешите передать слово человеку, который... Победа!